приветствую всех зрителей своего канала рекомендации некоторых морских волков не побоюсь слова даже морских волчиц я решил познакомиться с очередным аддоном корсаром на этот раз это аддон пиратом карибского моря под названием возвращение морской легенды аддон этот давнишний но знаковый почему я думаю что расскажу немного позже сейчас не будем терять времени видим что здесь мы можем выбрать несколько персонажей можем выбрать тип героя а также флаг но я ничего менять не буду у нас джек воробей он корсар прославленный пират и главная его особенность в том что живым выбирается всех переделок далее мы можем ставить установки на выбираю капитан сложность это средняя сложность далее обязательно надо там снимать галочку с дополнительных ресурсов иначе по крайней мере без установки видимо дополнительного контента у вас будут черные экрана ну и далее начинаем игру опять же здесь и раскачиваться не собираюсь здесь мы разговариваем с посетителем таверна в частности здесь есть алексус би алексей бобровников видимо в реальной жизни так вот этот алексей бобровников собственно я так понимаю есть основной двигатель создание ладона видим что здесь называется зачатки перейтс здесь как раз аббревиатура еще другие видим что здесь перейтс по крайней мере номинально нет но реально они появляются именно в этом антоне поэтому то что мы можем видеть фактически а в гпк в корсарах каждому свое возвращение легенда это делалось называется на основе именно этого аддона то есть возвращение морской легенды здесь мы можем выставить силу восприятия выносливость обаяние интеллект ловкость удачу мы видим что обаяние авторитет потом назвали а все остальное в общем осталось также только ловкость это реакция понятно что потом все это немного переименовывалось чтобы создать такую аббревиатуру перейтс но также я специально нажимаю на эти кнопки чтобы вы видели от чего и на что по крайней мере эти характеристики влияют также здесь есть личные умения корабельные умения личных меньше владение оружием и везение авторитет и скрытность здесь являются корабельными умениями на естественно все остальные торговля а меткость орудия навигация починка бардаш и защита также специально нажимаю на все эти кнопки чтобы вы могли посмотреть опять что чего зависит ну понятно что умение зависит характеристик вернее зависит их прокачка но почему я выбрал силу и выносливость как я всегда это делаю потому что именно как раз здесь сила определяет переносимый вес самое главное она определяет первоначальное количество здоровья выносливость определяет количество прироста этого здоровья зависимости от ранга поэтому для меня это всегда самое важное но также поставил ловкость на восьмерку по что называется привычки хотя здесь вы видите что судя по всему энергии нет то есть такого понятия как энергия нет в пиратах карибского моря поэтому честно говоря сомневаюсь что здесь надо ловкость ставить на максимум но я поставил опять привычки посмотрим далее что может быть нужнее это уже выяснится по ходу прохождения не уверен что тем более что я буду проходить это скажем так первая серия знакомства пираты карибского моря с пиратами карибского моря ознакомился уже вы можете смотреть эти серии знакомства на моем канале скажем так у меня пираты карибского моря вызвали противоречивые чувства то есть противоречивые скажем так характеристики с моей стороны мы видим что далее мы переносимся в каюту здесь с Абахом Греем беседуем мы можем здесь у него попросить работу а можем высадиться на берег на выбирая высаживаться на берег опять же признаюсь я абсолютно не играл в эту игру практически с ней даже не знакомился надеюсь мне будет советовать по ходу что делать дальше здесь разговариваем с пиратом он говорит что здесь глава юкса можно идти к нему можно видимо наняться кому-то здесь понятно что джек здесь совершенно без корабля никаких видимо квестов именно его линейки не будет то есть здесь видимо открытый мир но это опять же похоже на гпк без питера блада если конечно же вы помните что там только питера блада есть начальные квесты а так вообще там сразу открытый мир делай что хочешь просто есть различные возможности видимо здесь как раз тоже такая же идеология но я так же скажу естественно что та же комбайн и команда Seaward делала соответственно и гпк то есть город потерянных кораблей поэтому понятно что если одна команда делает то идеология этих игр тоже примерно одинаковая но видим что спасли видимо джека контрабандисты его выкинули вот этот абархам грей его выкинула сюда на невис далее непонятно что делать надо искать деньги на корабль я так понимаю либо наниматься кому-то ну что ж идем в город а именно в этот невис видим что не столько город сколько пиратское поселение здесь девушка гуляет девушка естественно я так понимаю это зачаток вернее предтеча тем двух девушкам которые есть в гпк которые можно нанимать с большие деньги естественно пока она в команду джек не пойдет в общем она ему пока не нужна разговариваем с нс-диос это товарищица здесь джек издает вопрос где можно достать деньги на корабль она отвечает что вообще то есть ростовщик но денег он даст совсем немного а есть еще здесь один тип вот судя по всему этот тип и есть и он может дать здесь больше он не нищий он философ но понятно ну что ж здесь видимо надо выбрать вариант для деньги для покупки корабля джек задает вопрос тот отвечает что действительно заставщик жмот и денег он мало много не даст а вот он то как раз философ и дима вполне себе состоятельный мужчина поэтому у него можно взять целых 25000 по два процента день что же 500 монет получается в день надо ему будет отдавать ну что ж я думаю возьмем у него эти деньги потому что там говорит что будет еще какой-то разговор если джек у него возьмет и отдаст эти деньги видимо там тоже будет какой-то квест или какое-то задание поэтому я беру что называется эти деньги у нищего теперь в общем то можно конечно было пойти покупать корабль с самого начала но я этого делать не буду по той причине что я вообще так не играю тем более что деньги придется отдавать судя по всему большие сразу это значит что в море сейчас джек скорее всего никого не сможет ни абордировать не захватить так как у него нету ни навыков ни офицеров да и корабль он скорее всего получит на эти деньги маленький поэтому надо сначала подкопить опыта денег тем более это инес и сказала что там в пещере видимо в джунглях есть деньги а именно под охраной как она выразилась вообще она сказала есть три варианта то есть ростовщик нищий и деньги в пещере но под охраной я думаю что у джека будут интересовать эти деньги под охраной в пещере поэтому будем искать пещеру заходить там наверно будет надо мочить скелетов по обыкновению ну что ж идем в дом открываем сундучок никого здесь судя по всему в этом доме нет и 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 никаких бандитов в джунглях даже несколько разочаровывает хотя кто знает здесь специфическое фехтование пиратах карибского моря но и вот в адоне возвращение морской легенды к этим самым пиратам здесь тоже нет никакой пещеры хотя видимо здесь должна быть какая-то пещера ну вот понятно что вход в аналог пещеры именно в катакомбы именно здесь дома я узнаю эту локацию похоже это локация которые ознакомился в ладони ветер свободы наверное год или полтора года назад немного поиграл этот аддон скажем я просто с ними знакомился слегка и вот там есть такие вот катакомбы внимание как раз взят отсюда что-то как-то по моему у нас слишком быстро начали открывать а это что за чудо-то обезьяна обезьяна да закону подлости последний нас замочил на вижу что совсем здесь не просто у нас джек воробей совсем не прокачанный персонаж поэтому видимо придется пользоваться замедлениями сейчас я попробую еще разок без замедления замочить этих скелетов не получится придется пользоваться но я здесь решил как вы видите играть летсплей ничего не вырезается особо чтобы самому оценить уровень сложности в том числе чтобы вы могли его оценить со мной ну да в общем замочили опять джека не буду я мучиться включить смедление но это для меня нормальный способ начала любых корсаров я начинаю прежде всего с пропутных действий боевки фехтования надеюсь здесь мы найдем много чего ценного интересного прокачаем персонажа уже затем будем покупать корабли нанимать офицеров потому что я не знаю насколько или тяжелый это аддон но думаю что каким бы он легким не был все равно без офицеров на каком нибудь шлюпе тем более на каком нибудь тартане или что здесь есть будет крайне сложно найти то что можно заплатить даже потопить смысла это не имеет никакого но если только будут какие-то квесты специальные насчет квестов кстати призываю вас писать но прежде всего тех людей будет сподвиг скажем так меня проходить а то вернее не проходите а знакомиться с ним не знаю как джек убивает обезьян даже какого урона вроде не показывается кстати видимо они здесь могут еще отправлять джека вообще неприятно так лечилок у джека вообще нет лечилок у него мало а вот противоядия вообще нет на сколько я знаю с этих скелетов можно снимать вот что интересного ну вот какой-то клинок сняли по крайней мере видимо здесь какие-то фабрикушки улучшают умение я имею ввиду прежде всего этого ну и конечно же они надеюсь стоят каких-то денег джеку теперь надо зарабатывать 500 монет денег чтобы отдать деньги нищему вернее философу конечно же сейчас джек фиктует брэдтой показатели я уж не знаю насколько хорошие но вот у бардажной сабли пробой больше но зато флоп вообще никакой ну не знаю правильно говоря я играл вперед от карибского моря то никаких сложностей на тоннеля с фехтованием вообще не возникало поэтому я особо не вникал во всю эту специфику боевки а именно что такое блок что такое пробой блока но видимо это какая-то вероятность если единица написана значит то бардажная сабля вероятно вообще не будет блокировать совершенно неприемлемо здесь обязательно нужно блокировать чтобы нет никаких винтов если не блокировать этот джек хочу здесь вообще будут убивать просто сразу ну по первым ощущениям конечно же здесь сложнее убивать и быть не убитым чем пиратах карибского моря там напомню у оттенеля хуок вообще не возникало никаких проблем здесь проблемы явно возникают с двумя скелетами сразу справиться практически невозможно я понял надо видимо чаще загружаться я думаю правильно я установил что не будем оплатить за сейвы все-таки это съемки летсплей здесь я думаю нам нужно сохраняться как можно чаще чтобы не затягивать всю эту историю подчеркну летсплей я снимаю для того чтобы все зрители в том числе почувствовали насколько это просто или сложно я думаю что когда джек хотелось джек хотелось бы немного покачать конечно же скелетов будут бывать намного более уверенно а сейчас определенные сложности действительно возникают финтов мне конечно же хватает очень сильно здесь что такое отскоки я не очень понимаю видимо это то что здесь означается клавиши z что-то вроде просто отхода когда я смотрел характеристику реакции я видел что там эта реакция влияет на количество отскоков но здесь мы также видим что нет такого видимо показателей энергия здесь как mountain blade как пиратов карибского моря насколько я помню можно колотить чтобы вызывать сколько угодно что ж сохранимся чтобы опять переигрывать все с самого начала именно поэтому энергию я взял не десятку а восьмерку потому что посчитал что здесь энергия менее важный показатель чем скажем в гпк или в корсарах в свое потому что тебя скуки я не очень понимаю вообще для чего они нужны или здесь имеется ввиду что отходить можно будет все лучше ограниченное количество раз в общем посмотрим качестве разнообразия для себя и для вас как раз предлагаю этот аддон разнообразие от которых кажется свое в общем то я уже много чего начал много каких аддонов но видимо к сожалению ни у зрителей ни у меня эти аддоны продолжение не вызывает почему бы не начать новый навод к сожалению опять джек убили надо видимо здесь чаще нажимать по буковку z потому что нормального отхода здесь нет здесь видимо надо отскакивать чтобы не попадать под удары сразу не снимем скелетов пожалуй что в гпк там было попроще но в гпк я имею ввиду там где прежде всего битр была ловите скелет в пещере там есть финты поэтому даже если эти скелеты пробивают блок что как правило все-таки на начальном уровне не случаются там всегда можно использовать финты но в корсарах каждому свое еще проще там во первых они на начальном этапе противники вообще не пробивают блок ну за очень редким исключением если же пробивают либо осуществляют пробивающие удары там всегда используют финты поэтому там в общем при правильном и грамотном фиктовании мы вообще не получаем урона с самого начала но если только опять же противники не пробивают уверенно блок здесь другая ситуация я вижу здесь все зависит от того насколько эти скелеты будут пробивать блок они пробивают блок с самого начала видим и никак от этих ударов не уйти поэтому здесь посложнее но я надеюсь что со временем когда джек станет профессиональным потовальщиком будет прокаченным бойцом а также возьмет максимально или по крайней мере очень хорошее оружие с высоким показателем пробоя и блока что там возможно будет такая же ситуация как в БК а именно джек так же как и Натанель Хоук не будет испытывать вообще никаких проблем замочить не только одного но и сразу сколько двоих или даже троих противников но пока ситуация совсем другая джек не прокаченный у него введем посредственно оружие прокаченный и у него вновь еще плохо и здесь явно то что нет такой кнопки как не обыскивать получается здесь по нескольку раз обшариваем одни и те же трупы пытаясь найти новый ну вот рука одинокую лечилку мы здесь находим, прямо скажем, лов пока очень слабенький я думаю, что джек потратил лечилок намного больше, чем нашел ну что ж, здесь будет еще новая партия скелетов, судя по всему, на входе в коридор но опять же я помню эту ситуацию по ветер свободы по этому аддону, ну да там явно еще скелеты скелетов здесь немало, я бы даже сказал много ну да там ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Постоянно я путаю здесь кнопку. То есть надо нажимать правую клавишу мыши. Для движения я по-прежнему пытаюсь нажать W. Но видим, что даже уже сейчас заметно, чтобы хвощи мочить. Ну что ж, вот действительно еще одна побрякушка. Это увеличивает меню торговлю на 10 единиц. Но стандартно увеличивает здесь некоторые побрякушки. Просто по аналогии с ГПК пытаюсь прогнозировать. Побрякушки, наверняка, которые будут увеличивать скрытность, сдачу, наверняка различные виды оружия. Вообще, действительно, очевидно, что именно с этого аддона... Скажем, в прохождении ПКМ я говорил, что у нас ПКМ начались Корсары в том виде, в котором мы их знаем. Но я думаю, что именно с этого аддона ПКМ они начались абсолютно в том виде, в котором мы их знаем. Что называется, это первый камешек. Ну, либо второй. Ну, скажем так. Тот камешек, с которого уже мало чем менялось. В Корсарах. Плохо, что темно светит. Но по одному видим, что Джек уже достаточно уверенно справляется. Сами скелетами что-то внушает антимилия. Я думаю, что сильно все это не затянется. Здесь, по-моему, на углу еще должен быть скелет. Признаться, я вообще ничего не вижу. Я только слышу звук ножен. И на это ориентируюсь. Я думаю, может быть, как-то все-таки можно увеличить свет Корсара. Надо будет действительно попробовать это сделать. Потому что, крайне говоря, слишком много затемненных сцен постоянно. Во всех видах Корсаров. Во всех аддонах. Во всех аддонах. Локация мне нравится. Она нарисована красиво и интересно. Ну, в сравнении, скажем, с теми же пещерами с третьим Корсарах. Безусловно. Называется не то, чтобы день и ночь, но это совершенно другого уровня локация. Она намного больше. Вообще, я когда снимал пиратов в Карибском море, я отмечал, что больше всего мне понравилась музыка и локации. Вот только этого не хватало, чтобы не хватало. Чтобы они сейчас еще палить начали. Видим, что фактически одним выстрелом этот скелетон убил Джека. Я туда идти не хочу, потому что они сразу вдвоем-втроем начнут валить. И Джека очень быстрее не станет в очередной раз. Ну вот, Джека не стало. По другой причине этот скелетон опять выстрелил. Надо было, видимо, отходить с другой двери. Подбежать в самое начало. Ну что ж, снова приходится переигрывать. Что делать? Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Все-таки не хватает мне здесь продвинутого состава, скажу честно. Уж больно это все, слишком примитивно. Блок-удар, блок-удар. В общем, здесь надежда только либо на везение, либо на то, что у тебя оружие получше в плане пробоя блока и блокирования. Но видим, что действительно Джек может колотить, по-моему, бесконечное количество раз своей Бреттой. Видимо, здесь будет крайне ценный перк, это пробоя блока. Если он здесь есть, кстати, посмотрим. Где здесь оставшийся пути скелетона? Ну, опять же, я лично ничего не вижу, признаюсь и ориентируюсь на звук вытаскивания клинков из ножен. Ну вот, опять же. Вырисовываются очертания фехтования, когда он отжекует, прокаченный, с хорошим клинком, пара ударов, противники падают. Я думаю, что и они будут пробивать его блок существенно реже, с ростом его навыков и улучшением клинка. Поэтому, возможно, я погорячился, сказав, что здесь охотование как-то изменено, и оно будет сложнее. Может быть, это совсем не так. Ну вот, опять замочил джека. Из-за того, что я ничего не вижу, слишком близко я подошел скелетом. Я надеюсь, что вы видите хотя бы что-либо. что-либо, по крайней мере, скажем так, моя рекомендация смотреть это видео с затемнением либо в несветлое время суток. Возможно, конечно, я и зря уделяю фактически целую серию всем этим боям в пятаком бомбах, но, во-первых, это все-таки, как я уже сказал, летсплей раз, то есть это не будет похоже на моей серии «Ипериадки Калибрского моря», где я вырезал по максимуму, снимал тут и сам сюжет, ну, либо то, на чем я акцентировал внимание, в марских сражениях. Опять стреляют в джеку, хорошо, что они не убивают светлого выстрела все-таки, приходится расходовать лечилки. Так вот, эти серии будут другими, я не знаю, насколько они будут многочисленными в этот раз, может быть, я сниму эту серию еще одну, может быть, больше, но эти серии будут именно летсплейные, вырезать я с увлечения буду. Так вот, это первая причина, по которой я просто вынужден смогла снять все эти бои по катакомбам. А вторая причина все-таки, еще раз подчеркну, хотелось бы оценить сразу уровень сложности игры, то есть, насколько, скажем так, стоит тратить время на хождение по катакомбам с самого начала. Насколько это будет сложно, насколько это будет интересно в плане каких-то наград. мы видим, что джек уже прокачал легкое оружие до 19, встали от 50, и уже сейчас он набивает скелета достаточно уверенно. Субтитры сделал DimaTorzok Но тактика, естественно, сохраняется прежняя, а именно вытаскиваем скелеты на то самое место, что называется, где мы их можем мочить по одному, потому что, еще раз скажу, подвое, сейчас Джек совершенно не готов мочить, это очевидно. Пока ничего интересного в этих катакомбах, Джек так не нашел, вся добыча это, собственно, то, что он снимает скелетов. Я ж не знаю, что ему говорила эта товарищица, а как куб золоте с охраной, похоже, здесь нет никакого золота. В ладони ветер свободы я вспомнил, я особо, скажем так, по катакомбам запрос так не лазил, там было специальное задание, по-моему, найти, какой-то кошелек кого-то, я уж точно не помню. Но в таверне там сидел какой-то тип и постоянно говорил, что что-то у него там похитили, какие-то там бандиты или кто-то там из подземелья или как-то так. В общем, наш герой там должен был зайти в эти катакомбы, найти главный приз. здесь же пока, по крайней мере, джиг называется по пусто залез в эти катакомбы, никакого золота с ним не вооруживаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ну а вот очередные скелеты перебиты все-таки какие-то побрякушки снимаем явно надеюсь по крайней мере это больше чем 500 монет значит этот день называется джек кружил не зря но главное это безусловно прокачка даже они эти побрякушки видим что без замедления все-таки они наносят какие-то повреждения джеку и 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 Насколько я помню, вот это, по-моему, бронзовое кольцо в ГПК, оно увеличивает удачу А вот эти подвески зелененького цвета, изумрудный, они, по-моему, увеличивают скрытность Кстати, в ГПК, насколько я помню, их можно снимать чаще всего именно со скелетов пещеров Думаю, что и здесь, скорее всего, нет такой же предназначения ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять отравление, судя по всему, здесь опять эти пизиены Не понимаю, как убивать, еще расскажу Похоже, Джека опять убили Отравление, опять же, похоже, наносят именно только эти обезьяны Скелета такого пока не было ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще что плохо в этих обезьянах, они, естественно, не извлекают никакие клинки из нужен, поэтому я не слышу Что они есть поблизости А как я уже сказал, я здесь ничего не вижу, поэтому... Совершенно даже не заметил этих обезьян ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, теперь, я думаю, по-быстренькому, если получится, с ними расправимся Но видим, что они по-прежнему наносим все равно урон Может, по ним только стрелять, собственно, можно Хотя клинками, конечно, Джека побивает в конечном счете Почему-то не каждый удар по ним попадает далеко Ну, да ладно Судя по всему, я думаю, это были последние здесь охранники По крайней мере, в этом коридоре ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше, наверное, тупик, я так понимаю Логово сатанистов Нет, пожалуй, логово сатанистов Пойдем Я думаю, что Джек сейчас просто не готов к этому Наверняка там какие-нибудь орды скелетов Еще наверняка более прокачанных Смысла никакого в этом нет Но Джек и так, в общем, получил здесь массу повреждений Истратил кучу лечивок И взамен он получил намного меньше, чем я ожидал А именно только то, что он собрал за скелетов Здесь должен быть в закутке еще один сундук Да, вот, насколько я помню Ну, в общем, здесь тоже ничего интересного Получаем еще одну лечилку Можно сказать, целую лечилку даже получаем здесь еще Легкое оружие теперь уже 22 Прокачано у Джека Я думаю, что когда он на следующий день пройдет эти катакомбы Я надеюсь, здесь будут опять же скелеты И Джек уже гораздо более уверенно будет мочить Ну что ж, идем теперь еще одну Еще один коридор Вот этот коридор я, честно говоря, не помню То ли здесь такой же тупик, как в первом коридоре Либо здесь тоже куда-то надо идти Джек вернулся в Невис Теперь пойдем в магазин продавать все захваченные в пещере пабликушки По крайней мере, я надеюсь, что так будет все, можно их продавать Но действительно, меню здесь абсолютно такое же, как и ПК Можно торговать товарами, а можно предметами Брейту, пожалуй, я продавать не буду Мало ли, можно будет ее сунуть кому-нибудь из абордажников Если пригодится лишнее Там все кинжалы, кольца Но вот бронзовое кальцию я продавать не буду Я помню, что оно увеличивает удачу Сейчас посмотрим, насколько все это потянет Уже сейчас видно, что это больше, чем 500 монет Совершенно точно Этот идул ничего не увеличивает Поэтому тоже пытаем Лечилок надо купить Маловато, конечно, лечилок у этого торговца Всего 5 штук Хотя, в общем, это стандартное количество Здесь есть какая-то кираса Обычная кираса Но она уменьшает силу повреждения всего лишь на 10% Не стоит свеч Ну что ж, это все Чем мы выручили более чем 1000 Более даже чем 1500 На следующий день Джек снова пришел к китакубам Выполнять всю ту же сложную работу Он уже зашел в магазин Купил еще дополнительных лечилок Хотя надеюсь, что они ему особо не понадобятся Посмотрим, как теперь Джек будет прогрессировать Я думаю, что Джек займется этим всерьез А именно убийство в скелетах Это комбок Но хоть это и летсплей Я думаю, что снимать я все эти условия не буду Я думаю, что недельку вполне Джек может сюда входить А я уже сниму, что называется, последнюю сцену Надеюсь, что Джек сможет без замедления Завалить этих скелетов Надеюсь, что будет завершающим этапом Всей этой истории здесь на Невисе Далее, опять же, я подумаю, что делать Скорее всего, надо будет нанимать офицеров Купать какой-то корабль Опять же, пишите Я, честно говоря, не знаю Здесь, оказывается, можно наниматься К различным нациям А можно идти К этому бандиту То есть бандиту в голове местному Забыл, как его зовут По-моему, Юрксон А можно никому не наниматься Хотя никуда не идти, а просто заняться приплеем Просто выйти на глобальную карту И начать воевать С первым попавшимися кораблями Хотя навряд ли, я думаю, что Джек Это получится на начальном этапе Едва ли он сможет купить Скорее всего, что-то более Какой-нибудь Опять же, шлюп Пока, в общем-то Это, откровенно говоря Меня устраивает Мочить скелетов В пещере вполне Джек здесь зарабатывает В общем-то, приличные деньги Если он зарабатывает Здесь больше тысячи То это получается Как минимум Больше 30 тысяч в месяц Я думаю, что Этого более чем достаточно Для начала игры Ну, понятно, что это Не слишком интересно Заниматься только тем Чтобы мочить скелетов В пещере Посмотрим Будет ли что-либо Здесь существенное На этот раз На этот раз Здесь нет вообще ничего Все-таки У Натаниэля Хоука В ПКМ Там сразу шел Вне шла Сразу его линейка хвестов Ему давали сразу указания Куда выйти И что делать Здесь, я так понимаю Такого не будет Здесь, видимо, акцент Больше на приклее В свободе действий В этом аддоне Возвращение Морской легенды Но видим, что Дело, конечно же Уже спорится Намного быстрее Хотя, конечно Эти скелеты Все-таки наносят Какие-то повреждения Джеку Но Это Уже Не так существенно Тем более, что я Приноровился Потому Как здесь вставать В ПКМ я играл Осенью Прошлого года Поэтому успел Подзабыть Хотя, в общем Здесь вспоминать Ничего особо не надо Подчеркну Два вида действия Блок-удар Удар-блок Ну да Третий Еще можно Отскакивать Видимо Надо еще Владеть Мастерски Искусством Вовремя Отскочить Ну я думаю Что ПКМ Это конечно На мой взгляд Это такой Я не играл Конечно Как это называется Assassin's Creed Или Что-то вроде этого Ну вот Видимо там Примерно Скажем Такая же Идеология Это как фильм Или мультик Собственно Там Самому Практически Еще делать Не надо Конечно Я утрирую Немножко Безусловно ПКМ Богаче Даже в плане Собственных действий Но тем не менее Все равно Идеология Такая же Ну или я Как-то посмотрел Не помню Уже Даже когда Тоже Тоже Наверное Года Два Назад Около Того Посмотрел Опять же Как-то Называется Horizon 2 по-моему Или 3 Нет По-моему 3 В общем там Где этот Horizon Вроде как С пиратами Вроде бы Как Так Так вот Так вот Там тоже Такой же Вариант Естественно 2 по-моему Рода Действий Удар Кувыркание Кувыркание Удар Что-то Что-то В этом роде Тоже там Хотя Про пиратов Но Основные Действующие Лиц Это Пауки В джунглях А так же Наш герой Но Здесь Скелеты Так вот Там По-моему Тоже Вся Игра Продвижается В том Что Ходить По джунглям Мочить Пауков А так же Других Различных Живностей Но Безусловно Конечно Я утрирую ПКМ По-богаче Поинтереснейше Приведенные Мои примеры Но К большому счету Идеология Всех этих Игр Одинаковая Минимум Самому Что-либо Делать Максимум Смотреть Фильм Любоваться Но Более-менее Подличной Графикой Безусловно ПКМ Тоже Для своего Времени Была Очень даже Хорошая Графика Ну Вот Замочили Я Очередных Джек Очередных Скелетов Замочил Скажем так Мне Это не Слишком Интересно Все Выше Поведенные Игры В те Которые Я играл И в те Которые Я не Играл Краем Глаза Глянул Что там Происходит И как Они Выглядят И что К чему Ну У меня Вообще В этот Ассасин Крит Честно говоря Желания Играть Вообще Никакого Можно Было Бо Для Интереса Снять Серию Возможно Как раз У Зрителей Больше Будет Интерес А также Я так понимаю Многим Нравится КМ В сравнении С другими Частями Корсаров Где Сложнее Инфектование Где Сложнее Квестовая Система В общем Все Сложнее Сложнее ну что ж действительно похоже джек уже становится мастером фехтования здесь по крайней мере он гораздо реже пропускает удары сквозь свой блок а также больше наносит урона своими ударами поэтому скелет он уже валит достаточно уверенно вообще насколько я понимаю в такой системе лучше пользоваться тяжелыми клинками при прочих раунок потому что энергии нет тяжелые клинки видимо здесь наносит больше урон а значит лучше фехтовать имя ну что ж здесь опять ничего нет я понял что судя по всему все эти рассказы о золоте под охраной пещерах это все для красного словца надо будет джеку вернуться в таверну и отказывать этой товарщицу потому что он думает об ее трюпе а Субтитры подогнал «Симон» Остальные, видимо, скелеты застряли по пути Я думаю, что Скорее всего, они в открытымном проходе По законам подлости Надеюсь, Джека сразу не завалят Ну да, я не ошибся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Походу, Джек зазря, наверное, докупил лечилок По крайней мере, пока они ему навред людям понадобятся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... А вообще, я вас призываю, безусловно, писать, ну, те, кто, скажем так, играл и интересовался этой игрой, мне просто интересно, что вас привлекало в этой игре, все имеют в виду пиратов Карибского моря и ладонь, возвращение морской легенды. Наверное, на этом следует акцентировать внимание, все-таки, в этом прохождении, потому что, безусловно, мои интересы и взгляды на игры наверняка не совпадают с мнением зрителей, а это видео, в общем-то, отчасти для меня, но в большей части для вас, поэтому пишите, что вас интересует, скажем так, морские бои, квесты, боевка, скажем так, спопутная, вот скажем так, со скелетами. Что вас больше интересует, скажем так, лицеплейное, более прохождение или прохождение, скажем так, ограниченное, то есть где я буду снимать только самые ключевые моменты. Скажем, сплей, он, безусловно, имеет определенные преимущества, скажем, я могу забыть, что я делал в той или иной игре, ну, скажем, например, в ПКМ я не снимал как раз-то бои в этой пещере, помню только, что эта пещера была по типу шахты, там, где начинал игру Натаниэль Хоук. Просто я уже подзабыл, насколько там были сложные или легкие бои, и сколько Натаниэль там собирал лута. Если бы я снимал этот эпизод, то есть снимал более, скажем так, подробно, то для меня тоже сохранилась бы эта информация. А так, я там заснял только то, что Натаниэль Хоук получил с этих скелетов. Похоже, здесь остались только, видимо, обезьяны, которые будут... А здесь последними, в этом коридоре. Ну, я, кстати, не заснял предыдущий день, то есть до конца. Я попытался там в другом коридоре походить, но так никуда и не пришел, наткнулся на тупик. Честно говоря, я так и не понял, там тупик или я просто из-за темени так не разберу, куда там идти. Я думаю, что и на этот раз я туда, если пойду, то только если буду снимать в такое время суток, когда я хоть что-либо здесь разбираю. Тогда здесь неплохая видимость. Но видим, что на этот раз здесь были не обезьяны, а скелеты, тем лучше. А скелетов от Джек повреждения теперь уже почти не получает. В общем, видим, что Джек почти готов уже к тому, чтобы драться с двумя скелетами одновременно, по крайней мере, до замедления. Это уже явный прогресс. Ну, я думаю, что теперь Джек стандартно пойдет продавать в магазин. Я думаю, что походит он здесь еще пару-тройку дней. Пятакомбом снимать, скорее всего, я это не буду. Уже изобновлю все эти съемки тогда, когда Джек будет готов драться без замедления в этих пятакомбах. И вот Джек-воробей уже больше двух недель находится здесь на Невисе. По-прежнему он занят исключительно войной со скелетами в пятакомбах. Здесь я обнаружил, что эти скелеты генерируются не один раз в день, а вообще при каждом заходе. Эти пятакомбы, кроме того, в общем, их нужно не до конца убивать в самых темных уголках. Этих катакомб можно просто здесь, где посветлее, их убивать по несколько раз. То есть выходить и заходить, именно поэтому я буду так и делать. Ну, это некоторая проверка теперь, насколько Джек спустя эти две недели готов к более-менее серьезной боевке. Здесь я не буду включать замедление. Джек уже успел прокачаться до шестого ранга. Он получил несколько перков. Он получил уже не только обычную, но и продвинутую защиту. Кроме того, он получил лекарство. Это некий аналог хорошей жизни. Это лекарство сокращает потери здоровья персонажа, а также увеличивает скорость излечения. Дело в том, что у Джека здесь очень хрупкое здоровье. Оно очень быстро портится. Мне это даже напомнило Корсеры каждому свое. Действительно, здесь здоровье такая вещь, которую нужно ценить. Ну, видимо, опять это обезьяна. Опять она отравила Джека. Не так часто здесь это случается, но крайне неприятная вещь. Вообще, эти обезьяны, скажем так, более неприятные противники, чем скелеты. Но прежде всего тем, что действительно блок против них не работает, и они отравляют. Приходится потом тратить противоядие для щилки. Ну, а вот еще одна обезьяна. Не так их много, но вот в данном случае не повезло. Много обезьян. Так вот, Джек получил медицину. Это перк как раз на улучшение здоровья. И кроме того, я уже успел получить критический удар. Вернее, Джек. Я успел получить для Джека, скажем так. Правда, Джек пока не получил профессионального товарища. Как раз он сейчас на пути к этому. Но вот я решил проверить, насколько здесь будет сложно без профессионального товарища. Но видим, что действительно все-таки без замедления Джек получает достаточно серьезные ранения. Но тем не менее, видим, что он достаточно уверенно, по крайней мере, расправляется со скелетами здесь в пещерах. Я думаю, что более-менее, скажем так, без замедления он уже может справиться с двумя одновременно противниками. С замедлением, я думаю, что может уже с четырьмя справиться. Существенный прогресс. С на это и отбивался. Ну и кроме того, может быть, это даже не кроме того, а очень важно. Джек, видим, что накопил уже больше ста тысяч. Продавая все эти безделушки, которые он снимает со скелетов. В общем, Джек здесь убивал все это время несколько зайцев. То есть прокачивался и набирал, скажем так, финансовый вес. В общем, я доволен проделанной работой Джеком. Я думаю, что теперь еще немного, по крайней мере, Джек уже будет готов к отплыть его с Невиса. Причем, я думаю, скорее всего, возможно, удастся купить какой-нибудь шлюк на коробке серьезнее. И Джек, что называется, начнет серьезные дела здесь крутить на Карибском архипелаге. Но я думаю, это уже, естественно, будет в следующих сериях. А эта серия как раз будет заканчиваться проверкой. Я думаю, что в начале следующей серии Джек отдаст деньги нищему-философу. Посмотрим, что он предложит замену. Он говорил, что, возможно, будут какие-то дела, если Джек отдаст ему деньги. Ну что ж, очередная партия скелетов убита. В общем, я думаю, что проверку Джек проходит. Хотя здесь просто не повезло с ними обезьянами. Поэтому пришлось тратить противоядие в лечилке. А так проблем особо скелета теперь уже не доставляют. Даже без замедления. Ну что ж, еще раз повторю, прошло всего две недели времени. А Джек уже на шестом ранге. У него больше ста тысяч денег. Он прокачанный боец. Я думаю, что... Скорее всего, все-таки я уже без записи получу профессионального товарища. Отдадим деньги нищему, накопим достаточно денег, скажем, на какой-нибудь брик или какой-нибудь аналог такого рода корабля, такого ранга. Джек наймёс здесь офицеров. По поводу квестов и, скажем так, вариантов, кому наняться, у кого получать задание, то еще раз повторю, прошу написать. Ну, по крайней мере, если вы хотите увидеть, скажем так, какую-то линейку квестов или какой-то квест отдельно. Это первая серия посвящена достижению Джека того уровня, когда он сможет уже что-то здесь делать. Ну, также у Джека, естественно, уже тут целый комплект оружия. Он использует уже хорошие, особенно тяжелые клинки. Вот сейчас, например. Самое неприятное, когда эти скелеты отстреливаются еще. То же они нанесут урон Джеку. Ну, а теперь с этим перком медицина, в принципе, Джек может позволить себе, скажем так, ловить пули. Без серьезных ухудшений, без здоровья. Ну, что ж, и на этом, я думаю, что я буду уже заканчивать эту серию. Еще раз повторю, проверка, в общем-то, пройдена. Осталось здесь добить последнего скелета. Я думаю, что здесь я использовал самый кратчайший способ прокачки. И зарабатывание денег, что называется, на дальнейшее подключение. Крепкий оказался орешек этот скелет, даже попортил немного здоровья, вернее, жизни Джеку. Ну что ж, Джек теперь отправится продавать очередную партию лута. Затем надо будет поговорить с нищим. Будем делать в следующих сериях. Так, эта серия заканчивается. Видим, что тяжелое оружие уже до 69 прокачано. Также здесь основной защиты, навык продвинутой защиты. Но навыки защиты, они прежде всего увеличивают вероятность блока, а также уменьшают урон здоровью, критический урон. Критический удар дает 5% вероятность нанесения критического урона. А также медицина, видим, что позволяет восстанавливать здоровье быстрее, а также ухудшается здоровье медленнее. Ну что ж, и на этом я заканчиваю эту серию. Пишите, продолжение следует. Пока.